Добрый день, дамы и господа, меня зовут Алексей Талалаев, я пианист. Сегодня я прочту 42-ю статью Льва Николаевича Толстого, писателя об учении Иисуса Христа. И из тех, которые слышали эти слова Иисуса, многие из сильных и богатых людей верили в учение Иисуса Христа, но боялись признаться перед фарисеями, потому что из фарисеев ни один не признавал учение Иисуса. Они не признавали истины, потому что привыкли верить учению человеческому, а не божескому. И сошлись опять первосвященники и книжники во дворе Киафы. И стали придумывать, как бы им тайно от народа взять Иисуса и убить. Явно же они боялись схватить его. И к ним на совещание пришел один из первых учеников Иисуса, Иуда Искриотский. И сказал им, если боитесь взять Иисуса явно при народе, я найду время, когда с ним будет немного народа, и покажу, где он, тогда возьмете его. Что дадите мне за это? Они обещали ему за это 30 серебряников. Иуда согласился и с тех пор стал выбирать время, когда можно будет навести на Иисуса первосвященников, чтобы взять его. Между тем, Иисус опять ушел в Иерусалим. Были с ним только ученики его. Когда же подошел первый праздник, а при сноков, в кавычках, ученики говорят Иисусу, где же мы будем справлять Пасху? Иисус и говорит, «Пойдите куда-нибудь в деревню, зайдите в первый дом и скажите, что у вас нет времени готовить Пасху, что вы просите пустить вас к себе, справить праздник». Ученики так и сделали. Пошли в деревню, попросились в деревню в первый дом, и хозяин пустил их. И когда они пришли, Иисус и двенадцать учеников, в том числе и Иуда, то все сели за стол, чтобы справлять Пасху. Иисус же догадывался о том, что Иуда из Кориоски обещал фарисеям выдать его на смерть, но не хотел злом на зло оплатить Иуде при всех учениках, обличить его. А как всю жизнь учил учеников любви, так и теперь хотел только любовью смягчить сердце Иуды. И вот, когда он и все двенадцать учеников уже сидели за столом, Иисус взял хлеб, разломил его на двенадцать частей, дал каждому из учеников по куску и сказал, «Это мое тело, берите и ешьте его». А потом налил в чашу вина, подал ученикам и сказал, «Пейте все из этой чаши, это кровь моя». И когда они один за другим выпили вино из чаши, он сказал, «Да, это кровь моя». Я проливаю свою кровь за грехи мира. Сказав это, Иисус встал из-за стола, снял верхнюю одежду, поясался полотенцем, взял кувшин воды и сказал, что он теперь будет всем ученикам мыть ноги. И первому подошел к Петру. Но Петр подстранился и сказал, «Разве можно учителю мыть ноги ученикам?» И Иисус же сказал ему, «Тебе странно? Зачем я хочу мыть твои ноги? Но ты сейчас узнаешь, почему я делаю это?» Я делаю это потому, что хотя вы и чисты, но не все. Иисус словами этими намекал на Иуду. И Иисус перемыл ноги всем ученикам, также и Иуде. И когда он окончил это, и оделся, он обратился ко всем ученикам и сказал, «Поняли ли вы теперь, зачем я это делаю?» Я это сделал. Я сделал это за тем, чтобы вы то же самое всегда делали друг другу. Я учитель ваш, делаю это, чтобы вы знали, как надо поступать с теми, которые делают вам зло. «Если вы поймете это и будете делать так, то вам всегда будет хорошо». И сказав это, Иисус опечалился и сказал, «Да-да, один из тех, кому я мыл ноги, предаст меня». И стали ученики оглядываться друг на друга и не знали, про кого он говорит. Один ученик сидел близко к Иисусу. Симон Петр кивнул ему, чтобы он спросил его, про кого он сказал. Тот спросил, и Иисус сказал, «Это тот, кому я подам кусок хлеба». И он подал кусок хлеба Иуде Искриотскому и сказал ему, «Что хочешь делать, делай скорее». Никто сначала не понял, что значили слова Иисуса. Но Иуда понял их. И как только взял кусок, сейчас же встал и вышел. Когда ученики поняли, в чем дело, уже было поздно. И нельзя было гнаться за ним, потому что была темная ночь. И когда ушел Иуда, Иисус сказал, «Дети, еще недолго мне быть с вами. Не мудрствуйте в моем учении, а как я говорил фарисеям, делайте то, что я делаю. Даю вам одну новую заповедь. Как я всегда и до конца любил вас всех, так и вы всегда и до конца любите друг друга во всех и всех людей. В этой заповеди мое учение. Только исполняя эту заповедь вы будете моими учениками. Любите друг друга и всех людей». Евангелие, статья Иоанна 12, 42, 43, Матфея 26, с 3 по 5, с 14 по 28, Иоанна 13, со 2 по 35. Вопросы. Кто поверил в учение Иисуса, как совещались первосвященники, что обещал Иуда, как Иисус велел приготовить Пасху, как Иисус намеком указывал на Иуду, что Иисус сделал ученикам, как спас Иуду от гнева учеников, какую заповедь дал ученикам. «Истеринка»? «Истеринка»? «Истеринка»?» «Истеринка»?» «Истеринка»?»